Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня я покажу вам несколько идей пасхального декора из природных материалов. Смотрим! Первое, что мне хотелось сделать, это венок. И не просто круглый, а венок в форме сердечка. Для венка вам потребуются гибкие ветки. Я использовала ветки девичьего винограда. Плетем из веток обычный венок колечком, оплетая каждой новой веткой уже готовую конструкцию. Можно в процессе подвязывать ветки натуральной веревкой. Ветки можно взять любые. Главное, чтобы гибкость позволяла свернуть ветку в кольцо нужного размера и заплести его. Тут подойдут любые лианы с одревесневшими стеблями. Каприфоль, девичий или даже настоящий виноград, лимонник. Смотря что у вас растет и есть в саду, ну или что вы нашли. И, конечно же, можно взять ветки ивы, которая славится своей гибкостью, или тонкие березовые веточки. Мне кажется, они тоже очень гибкие. Когда у вас получится уверенный веночек, который хорошо держит форму, надламываем его в любом месте и загибаем надломленную часть внутрь. Чтобы это дело держалось, обвязываем веревкой. Напротив этого внутреннего надлома делаем второй, но уже изломом наружу. Оба этих места закрепляем веревкой. И теперь продолжаем оплетать венок ветками, но уже соблюдая получившуюся форму сердечка, пока толщина венка вас не устроит. Ну или пока не закончатся ветки, как у меня. Можно было бы сделать веночек и потолще, но второй раз за ветками я уже не пошла. В завершение перевязываем венок веревкой в нескольких местах. Основа венка готова. Для украшения венка я взяла вот эти пенопластовые яички, купленные в фикс-прайсе. Можно взять просто пенопластовые заготовки, если есть, либо слепить яички из ваты, смоченные в ПВА. Освобождаю заготовки от бантиков и люрекса. Насаживаю на зубочистки, чтобы было удобно работать. И промазываю ПВА, чтобы выровнять поверхность. Яички покрыты блестками и если просто покрасить, то будет некрасиво проступать фактура этих самых блесток. После высыхания ПВА я покрасила яйца акриловыми красками. Выбирала приглушенные пастельные тона, чтобы хорошо сочетались с натуральными ветками. На высохшие яички я карандашом нанесла разметку для рисунка. Рисунок делала с самой простой корошки, маленькие веточки и цветочки. Старалась, чтобы на всех яйцах узоры получились разные. Рисунок я наносила акриловым контуром. В моем случае это белый контур по стеклу. Можно взять любой, какой есть. Даже для ткани подойдет. И кстати, вы можете украсить так заготовки яичек и безотносительно венка. Если сделать цвета более сочными, а контур использовать золотой, то получится, например, очень нарядный вариант. Так что вариации тут имеют место быть. Если нет контурной краски, можно помучиться и сделать текстурную краску самостоятельно, загустив акрил, например, гипсом либо детской присыпкой. Тогда выдавливать краску придется из шприца или кулечка наподобие кондитерского. Менее удобно, чем готовый тюбик, но зато максимально бюджетный доступ. Загущать придется на глазок, так как густота у красок может очень отличаться. Нужно, чтобы выдавленная колбаска такой краски держала форму и не расплывалась. После того, как роспись высохнет, вынимаем зубочистки, заливаем ямки клеевым пистолетом. Если очень постараться, можно и зашпатлевать, и подкрашиваем. Можно собирать венок. Я взяла еще коробочки хлопка, купленные когда-то давно в том же фикс-прайсе. Яички долго примеряла туда и сюда, в итоге собрала их грубками, так же, как и хлопок. В конце я решила добавить еще несколько перышек и, наконец, ленточка, на которой венок будет висеть. Место соединения украшаем небольшим бантиком. Это очень быстрый вариант декор. Если не возиться с раскрашиванием яиц, а взять что-то готовое, то собрать его можно буквально за 15 минут. Очень красиво будут смотреться два таких веночка разного размера рядом. Декор для него можно собрать буквально из ничего. И яички, и коробочки хлопка несложно сделать из доступных материалов самостоятельно. На ютюбе масса мастер-классов. Ну и, разумеется, вы можете дать волю фантазии и украсить венок бантиками, деревянными цветочками, бабочками, мхом, сухоцветами и тому подобное. В общем, в тему тут смотрелись бы веточки вербы, но, к сожалению, мне негде было их взять. В округе она не растет. Следующее, что я покажу, курочка-корзинка. Я довольно долго сочиняла выкройку, и она, наверное, выглядит достаточно замороченной. Но это просто потому, что на ней много выточек. Мне хотелось сделать форму максимально приближенную к тушке курицы, а не просто плоский контур. Выкройку обводим и вырезаем из любого картона. Это основа для корзинки. У вас должно получиться две детали туловища, две головы, два крыла и одно дополнительное дно. У детали туловища отгибаем половинки дна и соединяем все выточки по периметру, склеивая малярным скотчем. Можно и обычно. Собранные половинки соединяем и также склеиваем малярным скотчем. Подклеиваем дополнительное дно. Оно нужно для лучшей устойчивости корзинки. Аналогично делаем заготовку для головы. Склеиваем выточки и потом соединяем две половинки. Должно получиться что-то вроде кончика черенка лопаты. Приклеиваем голову к туловищу. Не страшно, если где-то не слишком ровно получается. Дальше все это дело будем укреплять. Склеиваем выточки на крыльях и подклеиваем их к туловищу. Дальше берем клей ПВА и старые газеты. Чудеса монтажа и заготовка уже обклеены. Но, к сожалению, в жизни все не так быстро. И на обклеивание заготовки уйдет некоторое время. Достаточно будет 3-4 слоя газет. Высохшую заготовку окрашиваем в темный цвет. У меня коричневый, можно и темно-серый. Это нужно, чтобы газета потом не проглядывала сквозь верхнее покрытие. Обклеивать курицу я буду щепочками. Уже не в первый раз использую этот замечательный материал. Прошлым летом делала из щепок для копчения ананасики и фламинго. На Новый год использовала в игрушках. И вот под одним из прошлых видео зрительница предложила сделать курочку из щепок. И у меня рука сама потянулась к ним. Старайтесь выбирать щепочки не совсем мелкие. Бывают в продаже совсем-совсем крошечные. Их сложно клеить. У меня в данном случае примерно сантиметрового размера кусочки у щепок. Встречаются в пакете из щепочки покрупнее. Я начала клеить щепочки с хвоста, двигаясь сверху вниз и приклеивая щепочки вертикально. На боках укладывала их уже более плоско. На кончике крыльев я отобрала самые большие и длинные щепки, чтобы сымитировать маховые перья. А дальше использовала уже более короткие. На гребешок, бородку и клюв я взяла самые крупные щепки, что нашла, подбирая кусочки подходящей формы. Можно склеить их и из частей. Щепками я обклеила все туловище, а вот голову и шею я решила обклеивать рафией. Рафию я нарезала небольшими пучками, примерно по 3 сантиметра длиной. Я обклеила шею и голову, двигаясь снизу вверх. Вместо рафии можно взять лыка, либо сухую траву. Поскольку курочка стилизованная, я решила не добавлять ей глаза. Будем считать, что они спрятались под длинными перьями. В самом конце подстригаем оперение, чтобы курица-испанка превратилась в законопослушную наседку. Внутрь курочки кладем еще несколько пучков рафии, и можно прятать туда яйца. Такая курочка украсит праздничный пасхальный стол. Думаю, очень хороша она будет рядом с куличом. Я, конечно, еще не пекла куличи, но уже приввкушаю, как они будут смотреться рядом. Разумеется, вместо яиц можно положить в курицу что-нибудь другое. Например, превратить ее в салфетницу, конфетницу или даже кашпо для маленького горшочка с цветами. В этом случае, разумеется, нужно будет застелить ее изнутри целлофаном. Ну и после Пасхи на кухне в кантри-стиле будет она очень к месту. И, наконец, последний проект на сегодня. Крайне популярный вид декора – птичьи гнезда. Чтобы сплести гнездышко, вам потребуются гибкие ветки. Я брала девичий виноград и тонкие веточки ивы. Главное, чтобы получилось согнуть ветки в колечко нужного размера и не сломать. На гнездышко нужно сплести три кольца, каждая меньше предыдущего, по принципу детской пирамидки. Эти колечки я сплетала между собой с самыми тонкими веточками, как будто сшивая, делая веткой стежки. Если настолько гибких веточек у вас нет, можно сшить колечки натуральной веревкой – джутовой, льняной или сизалевой. Получаются такие плетеные таблеточки, но форма у них не очень объемная. Чтобы это исправить, берем еще колечко, сплетенное из веток. Колечко лучше сделать потолще и пришиваем к основанию. Можно нарастить так несколько колечек последовательно, если хочется бортики повыше. Я пришивала бортики нитками коричневого цвета. Они почти незаметны на готовом гнездышке. Прямо сшила ниткой с иголкой, прихватывая бортик к основанию несколькими витками ниток. В четырех местах этого достаточно для прочного соединения. В готовые гнездышки я добавила немного сизаля, вплетая его между веток. Отлично подойдет сантехнический лен и вообще любые натуральные волокна. Можно расплести ту же джутовую веревку. И добавила высохшие листики, которые набрала в саду. Потом нашла у себя в закромах цветной сизаль и добавила понемногу в гнездышки. Кое-где я подклеила кусочки сухого мха. Мне хотелось добавить зеленых акцентов. И украсила сухоцветами. У меня осталось немного с подготовки подарков к 8 марта. В целом украшать можно тем, что есть под рукой. Если нет ни мха, ни цветочков, веток натуральных волокон и сухой травы будет вполне достаточно. Последний штрих. Несколько перышек и подушечка из мха на дно гнезда. В гнездышке, разумеется, должны лежать яйца. Можно купить готовые пенопластовые заготовки и покрасить. Но у меня дома не было яичек нужного размера, и я решила их слепить сама. Режем пластваты на одинаковые кусочки. Обмакиваем вату в ПВА и руками формируем яичко. Немного грязное занятие, но, как видите, все очень быстро и несложно. После высыхания заготовок насаживаем яички на булавку, обмакиваем в ПВА и втыкаем булавки в кусок пенопласта или картонную коробочку на просушку. Это нужно, чтобы сделать поверхность яичек гладкой, как у настоящих. После высыхания можно яйца красить. Я решила сделать голубые, как у малиновки. Можно оставить и беленькими. После высыхания забрызгиваем яички черной краской при помощи жесткой кисти, либо зубной щетки. После чего снимаем с булавок и повторяем манипуляцию с изнанки. Кроме яичек в гнезда я решила посадить ватных птичек. Их я делала по технологии, которую уже показывала в видео про весенний декор, формуя из ваты пропитанной ПВА в силиконовую форму. Решила испробовать более быстрый способ. Не примазывала в этот раз вату кисточкой к молду, а пропитывала кусок ваты ПВА и плотно набивала в молд, стараясь утаптывать как можно лучше. Получается в разы быстрее, чем с кисточкой, хотя птички выходят не такие аккуратные, как первым способом. Здесь важно очень плотно набивать форму, чтобы вата заполнила все углубления в молде. У меня одна птичка из четырех не получилась, голова оказалась не полностью набита. Сохнут птички довольно долго, и спустя несколько дней на батарее я вынимала их из молдов еще влажными. Но в этом есть и свои плюсы. Легко подправить какие-то огрехи на фигурке. Например, обрезать и загладить лишние клочки, нарастить плохо сформированный клювик и тому подобное. После этого досушиваем фигурки уже на воздухе. Можно помочь делу фена. Готовых высушенных птичек я загрунтовала в темно-серый цвет. Кстати, если у вас нет молдов нужной формы, не расстраивайтесь, из ваты можно делать птичек и без всяких подручных средств. Под Новый год я делала ватные игрушки, в том числе и птичек. Оставлю ссылку на то видео в описании. После высыхания грунта прошлась по птичкам рыжо-коричневой краской в технике сухой кисти, делая плавные переходы цвета. И поверх всего этого пирога также сухой кистью белым цветом. Птички получились натурального неровного цвета, плюс белый подчеркнул и выделил рельеф. Черной краской нарисовала птичкам глазки и раскрасила клювики. Глазки я решила еще дополнительно подкрасить черной контурной краской, чтобы выглядели более живыми и блестящими. И губкой чуть притемнила черным цветом лобики и спинки. Остается собрать всю композицию воедино. Вклеиваем в гнездышки яйца и на край гнезд сажаем птичек. Чтобы все устойчиво держалось, я решила поставить гнездышки на древесные спилы. Но это, конечно, совершенно не обязательно. Такое гнездо с птичкой будет очень милым весенним подарком. Можно в нем подарить и пасхальное яйцо. Только тогда, конечно, маленькие не кладите. Кстати, когда-то самое первое видео у меня на канале было именно про гнездышки с яйцами. Я их делала в качестве сувениров на 8 марта. Если гибкие веточки вам совсем негде достать, такие гнезда можно сплести из волокон натуральной веревки, сухой, таравы. В общем, всего, что есть под рукой. Делать их совсем не сложно, а декор получается просто очаровательный. Природные материалы хороши в первую очередь своей взаимозаменяемостью. Потому что даже если у вас нету дома тех именно материалов, которые я сегодня показывала, их достаточно легко поменять на что-то близкое и похожее. То, что есть под рукой. Нету рафии, можно взять лыка, сушеную траву, сено, солому, все что угодно. Если у вас нету щепы, как я показывала для курочки, вы можете использовать что-то другое, имитирующее птичье оперение. Можно целиком обклеить птицу рафией либо лыком. Можно использовать вариант, который я не смогла сделать из-за отсутствия дома нужных орехов. Обклеить хвост и крылья птички скорлупками от фисташковых орехов. Будет более такая круглая пушистая курочка. Мне кажется, будет очень красиво. Как только появится такая возможность, непременно попробую сделать птицу именно с фисташковой скорлупой. Так что такой природный декор достаточно просто воспроизвести из самых разных природных материалов. Если вам понравилось это видео и было для вас полезным, то, как обычно, не забывайте про большие пальчики вверх, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы больше ничего не пропустить. Будьте здоровы! На сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok